Привет, народ Ютуба! Привезли в пакетах кухню. Все это с запчастей. Схемы нету. Сейчас буду собирать. Ну, понятно, я примерно выбирал его. Что, чего, где и как стоять будет. Но все-таки, как оно будет стоять даже не знаю. Поэтому буду показывать отрывками, моментами. Может быть, обращать на некоторые ситуации. Орех получается цвет. Вот такая кухня. Эта кухня еще не доделана, так сказать. Все в процессе. Так, сейчас у нас тут каркасная тумбочка. Чтобы скрывать. В общем, ничего сложного. Все скотчем залеплено. Все равно надо быть осторожным. Так, тут написано, что крепеж внутри. Ну, надеюсь. Что мы тут имеем? Это, наверное, чтобы не поцарапало глаз. Вот одна доска. Ну, в общем, не знаю. Это внутри, скорее всего. Она все равно не будет видна дальше. Это нижняя часть. Не, это боковинка, скорее всего. Короче, сейчас буду разбираться. Это пипец. Схемы нету. Я, может, в шкафу тут и найду. В коробке что-нибудь и найду. Это вторая часть. Тут даже одна из них красивая такая. Ламинированная. Так, далее. Что тут еще нарыть? Вначале утаскиваю самая маленькая. Еще две штуки. Но они уже маленькие, коротенькие. Наверное, по ширине, по высоте. Не знаю. Так, задняя сторона. Две штуки. Ух ты, и красивая какая. Походу, одной все-таки вырезать придется. Потому что там канализация, трубы и все такое. Но это потом. Все посыпалось. Все посыпалось. Короче, ребята, я сейчас разберу и посмотрим, что там в наличии есть. И будем попробовать собирать все это. Да, так и будет. Со дна достал коробочку. Надо крутежи. Да. Походу, оно все будет на ножках. Это хорошо. Потому что пол у меня не совсем ровный. Ну, не знаю, как оно будет держать. Пластмасса вроде хорошая. Куча всяких прибамбасов. Ух ты. Не, я не могу. Слишком крепкая. Слишком крепкая. О, схема есть. Класс. Я уже переживать начал. Так, болты внутренние, наружные. Всякая фигня. Сейчас на схему глянем. Будем конструкцию собирать. Но все равно уже на этих досках не написано, где номер 9, где номер 10. Это уже так интуитивно будем собирать. Что куда крепится. Крепеж на двери. Что куда забивается. Чопики забиваются. Шурупы закручиваются. Ножки тоже прикручиваются. Ну, вот такая тумба. Теперь хоть могу на тумбу глянуть. Вот она, она такая. Двойная получается. Ну, часть тут на мойку. Походу. Ну, посмотрим, что у нас будет получаться. Ну, получается именно так. Процесс сборки. Наличие комплектующих, все такое. Ну, ладно, поехали. Так, ребята, сейчас буду собирать кухоньку. Значит, часть я уже объяснял, рассказывал. Я не специалист, любитель, поэтому как могу, как понимаю, так и собираю. Порошил, пошарился, полазил. Посмотрел инструкцию и сделал выводы. Значит, вот это вот, большие отверстия, это чопики забиваются. Деревянные. Они в комплекте есть. Вот эти отверстия меньше по размеру. Сюда закручиваются уже шурупы. Вот там тоже. Ну, вот здесь наглядно видно хорошо. Вот большое отверстие, чопик деревянный. Маленькое отверстие, шуруп загоняется. Вот, разные шурупы, размеры и так далее. Все это будем тулыть. Что куда, еще не знаю, но походу будем смотреть. Вот еще мелкие есть, тоже что-то крутится. Гвозди, я так понимаю, задняя часть прибивается. Она там ДСП тонкая. Вот так должно получиться. И вот тут инструкции. В общем, сейчас будем пробовать собирать вот по этой схеме. Все это куча. Деревянный чопик. Один, второй. В общем, тут оно втыкается, свободно идет. Ну, это как направляющие. А в эти отверстия вот одно, тут второе. Будем закручивать вот эти большие шурупы. Сюда будут чопики вставляться. А тут шурупы. Но это мы перевернем потом наоборот и будем ставить. Так, ставим. Чопики забили, теперь ставим направляющие. Вроде четко все входит. Забил руками. Молоток даже и не нужен. Ну и с другой стороны тоже. Тоже так же. Ну а задняя стенка будет крепиться уже шурупами. Тут, ребята, по шаблонам все делают. Тут даже исключать не надо. Все зашло как миленькое. Теперь для устойчивости всей конструкции вот в эти отверстия будем ставить вот эту полосочку. И закручивать шурупами. У нас есть шуруп. Мебельный, специальный. Я не знаю как он называется. Вот и есть ключик вот такой крутить придется. Вот заднюю стеночку. Пока так наживил. Видите, она гуляет. Вот шурупик вставил. Сейчас в нижней части зафиксирую. Конструкция будет более-менее держаться. Да, я еще потом переднюю часть вставлю. Вот она, она тоненькая. Вот. И тогда будет конструкция держаться. Можно будет перевернуть там и ножки делать, и скручивать, и все такое. Там продерживаем, тут крутим. Чуть-чуть поджимаем и переходим на нижней. Вначале наживляем, чтобы конструкция наша была ровная, устойчивая. Все это нормально, да. Крутим, крутим. Естественно, вот там шкарбекса. Особо усиление нажимаем, потому что как никак это дерево. Ну и переходим на другую сторону. Вот вы видите структуру. Я думаю, не стоит переусердствовать, чтобы потом эти болты просто так крутились. Или пришлось потом выкручивать и на клей садить их. Закрутили эту штуку. Переднюю, заднюю тоже есть. В общем, конструкция уже практически крепкая. Единственное, что мне не нравится, вот это чуть-чуть выступает. То есть, если я буду тут боковину еще одну ставить, возможно, может мешать и тут щель появится. Ну ладно, поехали дальше. Так, в общем, дно прикрутили, зафиксировали, чтобы это у нас не развалилось. И там, правда, мы уже смотрели, как вы помните, чопики забиты. Не знаю, как они правильно называются. Знаю, так и называю. Вот сейчас будем вот эту вот часть, боковину, вот она стоит. Мудрить как-то. Так, ребята, это внутренняя сторона получается, чтобы потом мозг не морочить себе, не выеживаться. Сейчас сразу крепим сюда завесы. Надо их разобрать. Одну часть мы сюда прицепим и сюда. Вот, а другую часть прицепим на двери. А потом просто скрутим и все. Разобрал. Одну часть вот эту вот крепим сюда. Вот таким образом. Сильно не зажимаем, потому что, возможно, придется поиграть дверями вверх-вниз немножко. Вот, а эта часть уже будет крепиться на двери. В общем, сейчас шурупами закрутим. Есть такие специальные шурупы. Сейчас зафиксируем. Тут тоже уже подготовили, чтобы я не так поставил. Мало ли, может, у меня ума хватит. А тут есть метки, которые говорят, что надо вот так делать. Вот так закрепим. Тут вот эти большие шурупы тоже закрепим. Потом, когда все соберется, будем двери ставить уже. Подписывайтесь на канал! Понимаете? Очень Igor. Вcle Developer! Продолжение следует...